МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошли курсы усовершенствования в Белорусской медицинской академии после дипломного образования, стажировки на рабочем месте в других филиалах сети клиник «Новое зрение» как нашей страны, так и ближнего зарубежья. Россия, Украина. Врачи центра – постоянные участники международных офтальмологических конференций в Брестском филиале. За 2018 год проведено две конференции, на которых освещались вопросы современных подходов к хирургии катаракты и патологии сетчатки. И актуальные вопросы витриоретинальной хирургии, на которые были приглашены ведущие хирурги нашей страны. Россия, Украина и все желающие врачи-офтальмологи Бреста и Брестской области. Ведь очень важно, чтобы было взаимопонимание и преемственность в тактике лечения самых сложных видов патологии глаз между специалистами разных уровней. Клиника «Новое зрение» несет образовательную миссию в Брестском регионе. Все о новом качестве жизни, о новом взгляде на жизнь в программе «Новое зрение» на канале БУК-ТВ. Добрый вечер, друзья! Нашу программу мы посвящаем каждому из вас, потому что очень хотим, чтобы самые простые правила и рекомендации сделали вашу жизнь здоровой, по-настоящему яркой и интересной. Сегодня мы будем говорить о катаракте. И я представляю вам моих гостей – Светлану Алексеевну Сарафанович и Владимира Ильича Добриянцев, врачей-офтальмологов Медицинского центра «Новое зрение». Здравствуйте, уважаемые гости! Я очень рада видеть вас в студии. Как всегда, у нас разговор будет очень серьезным, таким обстоятельным и конкретным. И первый мой вопрос вам, Светлана Алексеевна. Я знаю, что статус доверия ваших пациентов в клинике «Новое зрение» достаточно основательный. И он просто, этот статус доверия просто обязывает весь коллектив нового зрения постоянно развиваться, постоянно находить какие-то новые методы и способы лечения. Это верно, Светлана Алексеевна? Светлана Алексеевна Шарафанович, врач-офтальмолог, хирург высшей квалификационной категории, заведующая консультационно-диагностическим отделением в городе Бресте, стаж работы в офтальмологии более 20 лет, сфера профессиональных интересов, диагностика глазной патологии, катарактальная хирургия, хирургия глоупомы, хирургия косоглазия, эстетическая хирургия ВЕК, участник республиканских и международных офтальмологических конференций, член Белорусской ассоциации врачей, отличник здравоохранения Республики Беларусь. Не секрет, что в нашу клинику приходят пациенты не только для диагностики и хирургии катаракты, а за получением максимального результата или, как последняя надежда, при остаточном зрении на единственно зрячем глазу. И мы не можем наших пациентов разочаровать. Я уже раньше рассказывала, как проходит хирургия катаракты. Да, и не один раз мы об этом говорили. Это амбулаторная, безболезненная, бесшовная операция. Хирургия катаракты автоматически в нашей клинике становится рефракционной. По статистике, около 45% пациентов, которые оперировали катаракту в нашем филиале в 2018 году, выбрали искусственные хрусталики премиум-класса. Это мультифокальные и торические линзы. В последние месяцы набирают популярность мультифокальные и интерокулярные линзы последнего поколения – трифокальные. Это и понятно, ведь они практически имитируют работу молодого хрусталика и позволяют избавиться от очков и контактных линз. При этом человек хорошо видит на трех жизненно важных расстояниях – вблизи, при чтении, на среднем расстоянии – это показатель на панели автомобиля, за монитором компьютера, при приготовлении пищи и вдаль – при вождении автомобиля. Многие пациенты с крайними степенями близорукости, дальнозоркости и астигматизма искренне удивляются, что после хирургии на хрусталике видят первые сутки после операции лучше, чем в юности. Мы помогли не одному десятку молодых пациентов, которые пришли в нашу клинику с целью рефракционной коррекции зрения. Но после этапа диагностики лазерные хирурги отказали им, потому что выявились особенности строения глазного яблока. Единственный способ коррекции зрения, снятия очков и отказ от контактных линз – это рефракционная линзектомия, то есть удаление своего природного хрусталика. Можно сказать, что все молодые люди после операции остались очень довольны. Светлана Алексеевна, но отдельного внимания заслуживают пациенты с катарактой и глаукомой, которые долгое время капают капли, вы несколько видов этих капель, ну, там научные такие всякие разные названия, и они все равно продолжают бояться операции и продолжают терять зрение. Что нужно делать в таком случае? Ну, нужно сказать, что механизм подъема внутриглазного давления при глаукоме во многом обусловлен строением анатомическим глазного яблока. И те пациенты, которые прошли у нас полную диагностику, с полным осознанием дела, идут на хирургию, планируют ее и получают, как правило, максимальный прогнозируемый результат. Владимир Ильич, Вы у меня тоже не останетесь без внимания, и следующий мой вопрос адресован Вам. Что является первопричиной снижения зрения у людей преклонного возраста? Владимир Ильич Добриянец, врач-офтальмолог, хирург высшей категории, стаж работы в офтальмологии 20 лет. Сфера профессиональных интересов – хирургия катаракты, хирургия глаукомы, хирургическое лечение косоглазия, хирургические вмешательства на слезных путях. Активно участвуют в международных и республиканских офтальмологических конгрессах. Частая причина снижения зрения у людей в пожилом возрасте является катаракта. В нашем глазу есть две сильно преломляющих линзы – это роговица и хрусталик. И происходит с возрастом изменение в хрусталике. С возрастом в этой линзе происходят необратимые процессы. Это приводит вначале к снижению зрения вблизи, а затем человек может плохо видеть и вдаль, и вблизи. Происходит помутнение структур хрусталика, изменение его прозрачности. Любое помутнение в хрусталике называется катаракта. Причин, вызывающих данное состояние, масса может быть, возраст, влияние внешней среды, образ жизни человека, вредные привычки, сопутствующие заболевания или травмы. В процессе помутнения хрусталика выделяют несколько стадий. Это начальная катаракта, незрелая катаракта, зрелая и перезрелая катаракта. Пациенты отмечают жалобы на туман, снижение зрения, мелькание мушеки перед глазами. Всё это связано с тем, что происходит помутнение проходящих оптических средств. Золотым стандартом хирургии катаракты в настоящее время считается ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягких интерокулярных линз через микроразрезы, основной, через которую выполняется факоэмульсификация, и два вспомогательных, не превышающие 1,5 мм, в глаз вводятся инструменты. В переднюю камеру вводится вискоэластик, который позволяет защитить ткани глаза. Содержимое хрусталика превращается в эмульсию и аспирируется. Остаётся лишь капсула хрусталика, куда затем имплантируется гибкий искусственный хрусталик при помощи специального инжектора. Микроразрезы герметизируются без наложения дополнительных швов. Операция проводится под местным обезболиванием и безболезненно. По времени операция занимает не более 15 минут. Как только пациент заметил снижение зрения и диагностирована катаракта, нужно выполнять операцию, терпеть и ждать чего-либо не нужно. Современная офтальмология не требует созревания катаракты. Вовремя выполнена факоэмульсификация, позволяет пациенту рассчитывать на высокую остроту и комфортное зрение на любом расстоянии. Глаз этот правый 0,1, а левый был 0,7-0,8, но на нем тоже катаракт. Здесь у меня нарушена сетчатка, они сказали вправо, надо делать сложную операцию, но это только будет сохранено зрение, но не лучше я не буду читать. На этом мне советовали, что здесь можно сделать катаракту, но линзы поменять и все. А привело меня сюда, у меня сын, там у него товарищ есть на работе, он посоветовал, мол, приехал сюда, быстро, скоро и хорошо, и получилось у него хорошо. Ну, раз так получилось, он меня просто, ну я такой человек легко, убеждаемый, ну думаю, попробую хоть тут. Стало рисковать сетчатку зрения, купила одни очки, купила второй, третий, и все, малые становятся. Мне знакомых советовал сюда обратиться, заехала, проверили, сказали, если хотите быть без очков, оперироваться срочно. Ну, я поняла, у вас катаракта? Да, обеих. На оба глаза? На оба глаза. Вы пришли сюда в клинику уже оперировать второй глазик? Второй, да, второй глаз. Как прошла первая операция, как видит глаз? Почти единица. Операция прошла успешно, я считаю. Врачи молодцы. И обслуживание очень хорошее. А зрение? Ну, зрение, говорю, почти единица на этом глазике. Поздравляю врачей, новое зрение, с Новым годом, желаем счастья, здоровья, успехов в работе, и самое главное – дарить людям счастье и зрение. Светлана Алексеевна, я когда вот слышу такие отзывы, всегда у меня душа радуется. Я и радуюсь, и удивляюсь одновременно, поскольку вот приятно за людей, которые получили новое зрение. Не побоялись ни операции, не побоялись материальных каких-то затрат, но они приобрели новый взгляд на жизнь. Светлана Алексеевна, но я знаю, что в клинике новое зрение делают операции на сетчатке. Такого рода операции раньше не было, и это вообще стало возможно как давно? Лариса, в 2018 году мы большое внимание уделили патологии сетчатки, именно центральной зоне ее, потому что это очень актуальная проблема. При патологии центральной зоны сразу страдает зрение, это чтение, работа за компьютером, мобильный телефон. Патология часто встречаются макулярные отеки, неоваскулярные мембраны, при миопии высокой степени, при сахарном диабете, после тромбозов. Единственным способом остановить этот процесс является интервитериальное введение ингибиторов ангиогенеза, то есть аплиберцепта. И патологии сетчатки, и витриоритинальной хирургии мы максимально уделим в конце этого года и в начале следующего года, благодаря внедрению самых последних технических новинок. Но об этом вы и наши зрители узнают чуть позже. Мы будем об этом рассказывать, как я понимаю. Я думаю, да. Дело в том, что наша бригада, наш коллектив приложила огромные усилия, чтобы помочь очень тяжелому спектру пациентов глазных, заднего отрезка глаза. Это пациенты с разрывами макулярной зоны, с витриоритинальным синдромом, при патологии сахарного диабета. Вот данный спектр у нас будет оказываться медицинская помощь, хирургическая витриоритинальная, с начала 2019 года. Ну и, как вы знаете, с августа 2018 года у нас огромный толчок получила развитие детская служба. Ведь мы работаем на предупреждение, и неличная глазная патология в детском возрасте переходит в аномалию зрения юношеского и взрослого возраста. Поэтому своевременная диагностика, хорошее начатое адекватное лечение является предупреждением патологии зрения в зрелом возрасте. Светлана, Алексея, вы такими терминами владеете, мне их просто тяжело выговорить. Наверное, вы очень любите свою профессию. Хочу сказать, что в нашем коллективе только профессионалы и, конечно, большие сторонники своего дела и любители. Без этого нельзя жить, развиваться и работать. Конечно, нужно любить людей, любить свою профессию, и тогда ты достигнешь больших высот. Владимир Ильич, мы завершаем нашу программу. И мне бы хотелось услышать, и нашим телезрителям тоже хотелось бы услышать ваш совет. Современная офтальмология на сегодняшний день позволяет вернуть человеку зрение при любом состоянии помыкнения хрусталика. И чем раньше это делается, тем это проще, безопаснее сделать, и получается хороший результат. Поэтому я хочу, в общем-то, сказать всем, не нужно ждать, как раньше говорили, созревания катаракты, идти, как только этот диагноз появился, и все будет хорошо. И офтальмологи смогут вам вернуть хорошее зрение. Не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сегодня. Это действительно верно. Стана Алексеевна, а у вас какой совет будет телезрителем? У каждого возраста есть свои характеристики зрения. Нужно сказать, что современные темпы жизни диктуют высокое качество зрения, высокую активную двигательную активность людей. Наши люди научились ценить время. И филиал нового зрения в городе Бресте стремится охватить максимальный спектр офтальмологической помощи и приблизить его, конечно, к дому. Современная диагностика, хирургия фактически недалеко от дома это уменьшение стрессовой нагрузки как для пациента, так и для его родственников. Возможность вернуться сразу после операции в родные стены, конечно, очень важна, особенно для пожилого человека. Дома и стены, которые не тратят. Что хочется сказать? Так, как только чувствуете, что у вас есть какие-то проблемы со зрением, не затягивайте. Говорите об этом своим детям, своим родственникам, приходите в новое зрение, и мы вам поможем. Светлана Алексеевна, Владимир Ильич, большое спасибо за столь познавательный и интересный разговор. Я думаю, что эта беседа будет интересна и нашим телезрителям, потому что это действительно интересно и нужно знать. Как вы, уважаемые телезрители, успели убедиться, мастерство и опыт хирургов, детальный разбор каждого клинического случая, передовые технологии позволяют докторам дать пациентам самое главное – новое зрение. Их непрерывное развитие и работа происходит благодаря потребностям пациентов, независимо от их возраста, то есть продиктованной самой жизнью. Каждый день они стараются быть ближе к пациентам, слушать и слышать. Они знают, что качественно другая жизнь с новым взглядом это и есть их высокий статус клиники европейских стандартов. Они любят свою работу, они открыты, они готовы помочь вам и вашим близким, потому что точно знают, как. Помните, друзья, только вовремя диагностированная патология и ранняя хирургия являются гарантом сохранения вашего зрения на долгие-долгие годы. Пришла пора прощаться и помните, всегда есть что противопоставить недугу. Вам здоровья, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok